У нас новый гость Марк Майер. Это человек, который всесторонне развит. У меня лучше всего получается делать бизнес, когда я под себя кладу динамит и поджигаю его. На Лаке мы не первый миллионер. Будем сейчас брать, я жутко волнуюсь. Это сейчас к налоговой было обращение. Это же потом нарезать можно будет, да? У нас сегодня в гостях Антон, создатель канала The Люди. А я же шестерых человек, говорит, убил. Я был каким-то пацаном деревенским непонятным, и она меня вообще не воспринимала как человека. Чтобы мне соответствовать Ксюше, мне надо было полностью поменяться. В общем, хочу менять формат, быть ближе к вам, ближе к аудитории. Подписывайтесь на канал LuckyMan. Тут будет много интересного. У нас новый гость, Марк Майер. Это человек, который всесторонне развит. То есть вот именно по балансу спорт, жизнь в целом, семья, бизнес. Это вот прям человек, который меня вдохновляет и тюрь будет смотреть его до конца. Последние три с половиной года я занимаюсь вендинговым бизнесом. Это автоматы BOFT, автоматы по печати фотографий из Инстаграма и социальных сетей. На настоящий момент у меня 12 регионов в России задействовано. Гонконг мы открыли в 2016 году и в 2017 году открыли Сингапур. А как идея пришла тебе именно этим заняться? В 2014 году, когда я увидел проект BOFT, у меня как-то в голове счетчик сработал. И прям стратегия на годы вперед у меня нарисовалась. Я прилетел в Москву на переговоры. В процессе переговоров пришли к подписанию контракта на поставку оборудования на 14 миллионов рублей. А где-то деньги-то годы? При этом у меня не было ни рубля в кармане. Полтора миллиона я продаю квартиру. Миллион-два я выдергиваю из гостиничного бизнеса. Еще там миллиончик-два я смогу выдернуть при продаже каких-то гостиничных предприятий. Тогда это был удачный ход, наверное, одно из лучших решений в моей жизни. Подписать этот большой контракт, дозволить на себя эту ответственность. А деньги искались уже по ходу. Когда я уже имею подписанный контракт на 14 миллионов, когда я уже продал квартиру, и я натыкаюсь просто на стену. Раз-отказ, два-отказ, три-отказ. Как зарешал? Мы зашли там через отдел маркетинга. Мы предоставили больше документов. Взяли кейсы наших партнеров, наших производителей, что автоматы уже установлены. И вот так понемножку продавливали, продавливали. То есть, если будет тоже про сложности, это нужно заранее все просчитать, и потом уже лететь там или ехать, заключать договора. Зависит от типа предпринимателя. У меня лучше всего получается делать бизнес, когда я под себя кладу динамит и поджигаю его. Мы сейчас в офисе компании. Я, кстати, не знаю, как она называется. Я к Владимиру Горбунову пришел. Это долларовый миллионер. На Локимане первый миллионер. Будем сейчас брать. Я жутко волнуюсь, но ничего. Мы в гостях у Владимира Горбунова. Это основатель Workal PayQR. И плюс еще ICO Cryptarium, которое привлекло 50 миллионов долларов инвестиций. Это сейчас к налоговой было обращение. Очень интересно твой опыт привлечения от миллиона рублей до 10 миллионов рублей. Как привлечь инвестиции. Способность понять, сколько нужно денег бизнесу, это первая задача. Нужно определить, какие задачи у бизнеса на следующие примерно 18 месяцев. Оценить точку безубыточности выхода на какую-то первую прибыль. И вот с этой точки зрения понять, сколько же денег нужно в реальности. У нас сегодня в гостях Антон, бессменный ведущий, создатель канала The Люди. Кстати, чем ты отличаешься от Дудя? Все началось с того, что я по жизни встретил человека, который бывший киллер. Так сложилась его жизнь. Он отсидел 17 лет в тюрьме. Вышел, и у него полностью поменялось сознание. Я разговаривал с человеком, и хоп, так выясняется. А я же шестерых человек, говорит, убил. Когда часто пользуешься глушителем, нужно класть кусочек ткани, потому что он разогревается. Самое лучшее – это влажная темная ткань. Понятно? Было очень интересно вообще, что внутри у человека, когда вот он идет на это задание. Когда он уже понимает, когда вот он его перезаряжает пистолетом. Причем его выпустили только потому, что он дал показания на большую преступную группировку. Так бы у него было пожизненное, да. Кстати, я в том числе говорил, Дудь – это не журналистика симпатий, когда ты смотришь на человека и хочешь быть похожими на него. А это журналистика исследований. То есть ты отличаешься от Дудя то, что ты исследуешь, а он у него именно люди, которые медийные у него. У меня гораздо больше интересно, что было у человека со своим отцом, например. Это его любовь, когда он изменял, когда он плакал и вот такие вещи. Слушай, мне интересно, как ты готовишься к интервью? Во-первых, конечно, надо прошерстить несколько дней вот и до все, что есть на этого человека в интернете. Просмотреть его весь инстаграм и загуглить там его имя со словом «скандал» и так далее. Ну, конечно, это все. Я так не делал. Ну и потом, конечно, через личные связи. Потому что, например, очень много некоторых есть тонкие моменты. То есть есть у вас какие-то там дальние общие знакомые. За него спросить, да? Да, да, да. Сейчас мы еще, кстати, добавили в необычную рубрику вопрос от человека, с которым он вряд ли встретится. Десять месяцев назад ты начал спортом заниматься. До этого почему не получалось именно системно выстроить? Не было цели. Какая сейчас цель? Не была конкретной цели. Iron Man? Посоветуй только три книги, которые обязательно нужно прочитать. «Семь навыков высокоэффективного человека» Стивен Ковер. Дейл Карнеги – завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Теодор Драйзер – трилогия желания. Финансист Титан Стоик. Расскажи чуть-чуть про показатели финансовые. Зарабатываю я 10-12 миллионов в год рублей. А по бизнесу какие цели? Цель номер один – выйти из операционного управления и настроить компанию таким образом, чтобы при моем минимальном участии она работала стабильно и стабильно росла. Мы также сейчас ищем новые продукты, которые можем в нашу сеть, в нашу систему включить. Расскажи, зачем нужно сейчас заниматься современному предпринимателю и в целом человеку, любому, личным брендом? Это сила вообще предпринимателя. Если у тебя есть личный бренд, если у тебя есть своя аудитория, тебя знают, тебе доверяют, то это очень помогает делать бизнес, помогает выходить на нужных людей. Это способ находить партнеров, инвесторов, клиентов, сотрудников. Офис новый. Ремонт сделали. Я доволен. Очень сильно. В общем, хочу менять формат. Быть ближе к вам, ближе к аудитории. Интервью – это круто. Мы будем их брать. Но, как мне кажется, нужно больше именно live. Как вы считаете, мы начали снимать, это прошло уже где-то, по-моему, 4 месяца, 3 месяца после первого выхода ролика. И у меня сейчас жизнь вообще полностью поменялась. Я подумать не мог, что так прикольно будет. Ну что, я постоянно снес съемки, съемки. То я был постоянно в производстве, занимался предогенерацией, а сейчас я только снимаюсь. И я еще раз убеждаю, что, чтобы победить свой страх, нужно прямо идти, заходить в него, заныривать, и тогда все точно получится. То есть не нужно бояться. Я сейчас уже не боюсь болтать на камеру, не боюсь, когда выходит выпуск, и иногда боюсь, когда я беру интервью. Как понять, предприниматель ты или нет? Что есть в предпринимательстве? Это человек, когда что-то предпринимает, и у него есть какие-то ресурсы. И из этого получается какая-то выгода, если так назовем. Так вот, я в 15-16 лет вспомнил историю, когда предпринимательство вошло в мой мир. Раньше у меня не было машины. То есть я машину первую купил в 23 года, до этого у меня не было машины. У меня папа всегда придерживался такой позиции, что ты сам должен заработать на машину. И это круто, что мне ничего не купили. Даже копейку какую-то, или там Жигули, или какой-то там Тойоту Спринтер. Это круто, что я сам вошел за свою машину. Первую машину у меня была Королла Филдер, я в кредит взял. Не было у меня машины, но мне надо было ездить. Мне было 15-16 лет, мне надо было ездить в соседние деревни. Я договаривался с пацанами. Я там за бензин что-то, давайте там 5 литров где-то там у кого-то возьму. Возьму и... Ну и я тогда управлял, то есть я организовывал. Нужно было меня доставить. То есть я предпринимательство, по сути, то же самое. То есть нужно что-то организовать. И в детстве я очень сильно мечтал о мотоцикле. Такая планета 5 красная. Прям представляю, как я его тюню, как я его мою там. И он 3,5 тысячи тогда стоил, но мы тогда не могли его себе позволить. И я вот мечтал, мечтал, так мне в детстве его не купили. Тут меня чуть начало размышлять, о чем на самом деле я хочу. То есть раз я блог завел, блог должен быть про мою жизнь. Ну как я это вижу? Зачем я вообще завел? Чтобы реализоваться, чтобы помочь другим ребятам. Не знаю, сделать что-то интересное, чтобы вам было интересно смотреть и полезно. Это моя главная задача. Кто-то найдет там развлечение, а кто-то возьмет и займется бизнесом. И у него получится. В общем, я принял решение, я себе куплю машину. Какую, пока не скажу. Но это будет мечта моего детства. Спасибо, что смотрите. Это для меня очень важно, потому что мы развиваемся. Мы преодолели планку 5000 подписчиков. Цели большие, поставлены. Я думаю, мы вместе этот год 2018 будет совсем другим. И я хочу что-то сделать свое новое. И прям какую-то такую мини-мини-революцию, по крайней мере, в своих мозгах сделать. Потому что для меня это полностью новое. Сейчас покажу вам офис немного. Мы сделали ремонтик. Вот здесь у нас будет статистика. То есть, ну, в общем, это стены, на них можно писать. Вот тут такие светильнички прикольные. Конечно, вы не увидите. Вот на заднем фоне. Это наши цели по каналу. Они там немного зачеркнуты. Это волшебство нашего монтажа. Если бы у меня не было YouTube канала, то, наверное, мне не нужен был бы такой офис. А так очень приятно, когда ты проходишь здесь встречи разные. В целом, кстати, вот если рассказать, как мой день состоит. Я просыпаюсь где-то в 8 утра, завтракаю, беру еду с собой и уезжаю на весь день. Постоянно знакомствуюсь. То есть, я постоянно с кем-то знакомлюсь. Ребятками вот я сейчас дозапишу, и мы погнали на корпоратив. И чтобы каждому было комфортно. То есть, я хочу из организации сделать вторую семью свою или первую. Три типа так называемых инвесторов. Friends, Fools, Family. Друзья, дураки и семья. Это там первая категория. Второй способ привлечения инвестиций – это инвестиционные фонды. Они бывают в нескольких этапах. Третье – это, наверное, профессиональные сообщества. Сейчас появляется множество сообществ инвесторов, которые могут через синдикаты специально куда-то входить. Для начинающих предпринимателей, там, до миллиона рублей, как выйти к вот этим ангелам? Я очень небольшой сторонник привлечения инвестиций до появления бизнеса и какого-то понятного опыта. Если человек хочет что-то сделать, он должен сначала чего-то сделать, показать, что он это делает, и потом идти пробовать привлечь деньги, если они действительно нужны. Если ты идешь, там, в фонд или идешь к ангелу, тебе в любом случае нужно будет показать бизнес-модель проекта. Если это он, там, бизнес, я не знаю, строит какую-то кафешку, он должен понять, сколько стоит хорошая кофемашина, какие будут зарплаты сотрудников аренды, 5 цвета. Причем не просто их предположить, а поехать, договориться, узнать, посчитать, собрать полноценную информацию и потом уже принять шею. Второй вопрос, соответственно, сколько вы готовы отдать? Для того, чтобы понять, сколько вы готовы отдать, вам нужно понять, сколько стоит ваша компания. То есть берется выручка текущего месяца, если она умножается на 12, то есть получается годовая выручка, дальше она умножается на коэффициент. Если мы говорим про интернет-рынок, то это коэффициент в районе, там, наверное, 10, это очень хорошо. 20, если большой успех, это если за проектом гоняется много инвесторов, у него и так нет больших проблем с этим. А если у оффлайн-рынок, сколько там коэффициентов у него есть? У оффлайна меньше, оффлайна 3, 4, 5. Инвесторы всегда начинают играть в такую игру, типа я хочу 50%, я хочу 25%, это все как бы вот такие вещи. Но если он с вами говорит про инвестиции, значит он заинтересован. Я не рекомендую крайне отдавать на первом раунде больше 10-25%. Когда есть инвестиционная презентация и все готово, дальше надо идти искать инвесторов. Чтобы их искать, нужно перелопать сначала всю свою записную книжку. У кого есть деньги, выписывал, встречался, договаривался, да, общался. А в каком случае нужно привлекать инвестиции? То есть вот здесь компания развивается там ежемесячно, там в два раза растет по прибыли чистой. Ну вот это как раз-таки самое лучшее, наверное, самое лучшее время, когда привлекать инвестиции, если компания растет. К сожалению, обычно люди привлекают инвестиции, хотят или на идею, на стадию денег, не имея за плечами опыта. И это, ну, очень маловероятная история. На идеи очень мало дают. В 2014 году у тебя состояние было 10 миллионов долларов. А в 27 лет долларовом ты за год стал? Нет, я встроил компанию, продал первые акции. Просто все, у меня купили небольшую долю. Владимир, спасибо за интервью. Очень интересно, познавательно и лично для меня, и для наших подписчиков. Спасибо. Спасибо большое, удачи в развитии. Спасибо. Ребятки, огонь. И вот знаете, состояние предпринимателя, когда ты себя студентом чувствуешь, я вам всем рекомендую. Это очень прикольно. Давно у меня не было таких ощущений. То есть я вот разговариваю, а половину вообще не понимаю, о чем он говорит. Раунды, инвестиции, всякие такие штуки. Для меня эти тематики вообще непонятные. Я обязательно сейчас приеду и разберу, что же это такое инвестиции. Огонь, конечно, просто в Москве настолько башни разрывает. Я не знаю, 50 миллионов долларов инвестиций. Мои головы пока не укладываются. Надо что-то делать. Как в 20 лет кто-то там миллион долларов зарабатывает, для меня непонятно. Для меня это дикость. Все, погнали. Будем развиваться. Обязательно развивайте свои хобби, ребятки. Нужно заниматься тем, что нравится своей душе. Вот я раньше, там, 17 лет занимался тектоником. У меня сейчас почему-то вдохновение и музыка, а также люди мотивируют на занятия тектоником. Подписывайтесь на канал LuckyMan. Тут будет много интересного. Ребятки, мы не могли оставить вас без розыгрыша. Я могу индивидуально поделиться своим опытом с кем-то из твоих подписчиков. В зависимости от того, что нужно твоему подписчику. Разобрать цели, их постановку, либо то, как стартануть с бизнесом, как масштабировать бизнес. По времени сколько? Час, полчаса? Давай час. Красота вообще от человека, который миллион плюс зарабатывает. Чтобы выиграть конкурс, вам нужно подписаться на мой инстаграм, а также подписаться на инстаграм Марка, быть подписанным на канал LuckyMan и оставить ссылочку на свою соцсеть под этим видео. И мы потом рандомным выбором разыграем чудо-консультацию от Марка. Я думаю, будет очень полезен вам. У тебя очень активная жизнь. Как жена твоя относится к твоим постоянным разъездам? Как вы находите общий язык? Не ругаетесь? И все у вас в балансе? Я нашел человека, который разделяет мою жизненную позицию, философию. Она меня поддерживает во всем, что бы я ни делал. Кое-что мы делаем вместе. А что делаем по отдельности, то поддерживаем друг друга. У вас двое детей? Да. Как ты успеваешь там у детей воспитывать, и путешествовать, и быть мужем? Если буквально, то я это планирую в расписании. Как сейчас людям начать бизнес без ресурсов? А чего все зацепились за деньги? Деньги – это один из множества ресурсов, причем один из самых доступных. Ну, а если вот у человека там надо за квартиру платить, и вот эта вот постоянная мышеловка, ну, реально нет денег там, чтобы организовать? Можно пойти, устроиться на работу. Это значит попросить кого-то позаботиться о том, на чем ты будешь зарабатывать деньги. А можно подумать самому, на чем зарабатывать деньги. Когда мне было 13 лет, я так и поступил. Я купил местный Classified, увидел, что продается, что покупается, купил велосипед подешевле, продал его подороже, через объявление в газете. Вот сейчас у тебя отобрали бы все, вот ты вот стоишь голый. Это кайф на самом деле. Ноль – это круто, потому что часто подпринимателям приходится начинать с большого минуса. Когда ты банкротишься, у тебя еще остаются долги. Я был, наверное, в такой ситуации, ну, раза три-четыре. Три действия, которые бы ты сделал? Выспаться. Вспомнить свои мечты. Именно там в мечтах ты находишь ответы, чем ты хочешь заниматься. Чем тебе стоит заниматься. Понять, чем ты хочешь заниматься. Проанализировать рынок сначала, потом найти какие-то ресурсы. То есть можно там прийти к дяде, не знаю, занять у него денег или у друга у своего спросить. Да, ну, нужно хорошо посчитать, конечно, экономику, на чем ты будешь зарабатывать, как ты это будешь делать. Спасибо большое за интервью. Это было классно. Спасибо, что познал. Тебе удачи, Майер Челленджи. Спасибо. Я жду тебя на Трансатлантической регате. Выводы, которые основные я сделал у Марка. Нужно учиться. Обязательно нужно учиться. Не важно, там, читайте книги, ходите на какие-то семинары, тренинги. Нужно постоянно учиться. Не зацикливаться на одном уровне. Второе. Смотрите свое окружение. То есть окружение – это самое важное вообще, что окружение тебя стимулирует развиваться дальше. Марк, он большой красавчик, он занимается спортом, делегировал бизнес. И рискуйте во имя чего-то, ставьте цели, и у вас точно все получится. Ребята, я вот много рассказываю про бизнес, и моей первой в жизни, наверное, самой важной победы – это было знакомство с Ксюшей, с моей женой. Чтобы та девушка, с которой я познакомился, стала моей, мне пришлось преодолеть просто пригод. Я был каким-то пацаном деревенским непонятным, и она меня вообще не воспринимала как человека. Чтобы мне соответствовать Ксюше, мне надо было полностью поменяться. И вот тут начался мой процесс развития. Я поменялся, я стал там читать книги, начал развиваться. Я на три года полностью с алкоголем, то есть завязал, вообще не употреблял алкоголь, три года. От нее именно я на вопрос, если бы у тебя были деньги, что бы ты с ними сделал. Только тогда я понял, что там можно заниматься предпринимательством, и она меня к этому подтолкнула. Тот человек, который с вами рядом, она вас мотивирует, она ставит вам цели, и она вас вдохновляет. Обратите на это внимание, и будьте в ладах со своей второй половинкой, это очень важно. Ксюша, спасибо тебе большое, если ты сейчас смотришь этот выпуск. Ты очень большое значение оказала на мое развитие, и в целом на наше развитие, что мы там с какой-то маленькой деревни, с глубинки переехали в Москву, и сейчас разливаемся, побеждаем свои страхи, снимаем влог, и продолжаем бомбить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok